Здравствуйте! На канале ЭТОН ТВ продолжается цикл программ, посвященных Дню Победы. Ее ведущий, наш военный обозреватель, писатель, историк Алекс Векслер. Алекс, вам слово. Здравствуйте, друзья! Я начинаю сегодня последнюю, пятую, завершающую передачу из своего цикла «Евреи Советского Союза в борьбе с фашизмом». Я попытался вкратце рассказать о евреях-генералах Красной Армии, о героях Великой Отечественной войны, о героях первой битвы в Испании с фашизмом, начиная от Мадрида и Барселоны и кончая победоносным сражением в покоренном и павшем Берлине. Я упомянул еврейские имена первоклассных ученых, инженеров, руководителей промышленности, народных комиссаров, которые днем и ночью, не покладая рук, без отдыха и сна, трудились над созданием уникального и грозного оружия победы. Я вспомнил уже почти забытые имена представителей моего народа, кто в глубоком тылу врага, почти в полном одиночестве, под чужими именами, постоянно рискуя жизнью, без страха и упрека добывал и передавал в Москву самые сокровенные секреты фашистской Германии, заслуги которых еще не были по достоинству оценены в Новой России. Таким образом я отдал должное тем, кто воевал, побеждал, создавал, укреплял, кто узнавал, выявлял и сообщал. Осталось вспомнить тех, кто писал, снимал и даже прославлял, кто превратил блокнот и камеру в мощное оружие памяти, в вечности и мести и оставил для истории и для наших потомков, в книгах и в фильмах, в фотографиях и в кинохронике, в стихах и в песнях, неоценимую и нерастраченную силу своей еврейской души, чести, таланта и разума, человеческого долга и даже, так сказать, частичку своего сердца и личной трагедии. Ведь у огромного большинства этих людей оставались родители, братья, сестры, любимые, а иногда даже жены и дети на просторах оккупированных фашистами Украины, Белоруссии, Прибалтики, Крыма и других районов Советского Союза. Можно было представить и предположить, что многие из них очень хорошо представляли себе, что произошло и происходит с их семьями и какую страшную судьбу заготовила история их родным. Среди поэтов и писателей, журналистов и композиторов, фотокорреспондентов и кинооператоров, погибших в боях, но выполнивших свой долг или доживших до победы в мае 45-го, и особенно в высшем, профессионально-элитном, мягком вагоне творческого эшелона, советские евреи, так как и в случае с Испанией, составляли не менее 75-80% личного состава. Я не могу, я не смогу назвать все фамилии этих людей, мне бы понадобилось несколько передач и несколько часов. Дело в том, что ведь от молодого и дерзкого Всеволода Багритского, сына Эдуарда Багритского, погибшего, когда ему было только 19 лет на Волховском фронте в 1942 году, на солдатской могиле которого были высечены поражающие по точности предвидения четыре строчки великой Марины Цветаевой «Я вечности не приемлю, зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли». От молодого Багритского, от блистательного, модного и всеобщего любимства московской студенческой молодежи и в особенности ее женской половины, одного из самых знаменитых выпускников ИФЛИ, Института философии и литературы, Павла Когана, убитого в Крыму в 1942 году, автора «Вечно живущей бригантины», от скромнейших и талантливейших Бориса Лапина и Бориса Хацревина, который, кстати, был зятем Ильи Эрикбурга, погибшим, также Кайка Гайдар, пропавшим без вести и погибшим в киевском окружении, в киевском котле в сентябре 1941 года, от глубочайшего Иосифа Уткина, одного из лучших советских поэтов 30-х годов, павшего в 1942 году, от воина-поэта, трагичного Джека Моисеевича Алтаузенова, раздавленного немецким тантом 25 мая 1942 года, и случайно оставшихся в живых поэтов, молодых поэтов, лейтенантиков, звонких и честнейших, таких как Семен Гудзенко, Давид Самойлов, Наум Коржавин, Борис Слуцкий, Марк Лесянский, написавших неповторимые по откровению солдатские окопные стихи. Я сейчас приведу кое-что. Бой был коротким, а потом глушили водку ледяную и выковыривал штыком из-под ногтей кровь чужую, когда на смерть идут, поют, а перед этим можно плакать. Ведь самый страшный час в бою, час ожидания атаки, сороковые, роковые, свинцовые, пороховые, война гуляет по России, а мы такие молодые. А Марк Лесянский написал «И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» от величайшего писателя и публициста Ильи Эренбурга, гневные статьи которого не шли на фронте, на закрутке, на козьи ножки, даже при неумении бумаги их держали в нагрудном коррами, вырезали из газеты и хранили, и военного романиста Василия Гроссмана, до самого знаменитого и популярного военного кинооператора Романа Кармена, есть еще многие сотни и сотни других еврейских фамилий. Для того, чтобы подтвердить фактами, приведенные мной цифры и проценты, участие советских евреев в творческом эшелоне борьбы с фашизмом, я привожу только двух подействий, только двух, Евгения Ароновича Далматовского и Михаила Львовича Исаковского, оба военные корреспонденты на фронтах Великой Отечественной войны, и только-только двух композиторов, Матвея Исааковича Блантера и творческий коллектив «Братьев Покрас», Самуила, Даниила и Дмитрия Яковлевича Покрас, потому что они творили почти всегда вместе. Я выбрал эти имена из многих десятков имен советских, еврейских, поэтов, композиторов. Я привожу только часть их песенного наследия, знакомое старшему поколению бывших советских людей и бесконечно любимого ими. Я перечислю только несколько военных, фронтовых, лирических и патриотических песней, созданных ими, этими четырьмя евреями. И я думаю, что для многих это будет откровением и сюрпризом. Я начинаю. «Катюша!» Расцветали яблоки и груши. «Любимый город!» В далекий край товарищ улетает. Мы красные кавалеристы, и про нас три танкиста, три веселых друга. Моя любимая, в кармане маленьком моем есть карточка твоя. Случайный вальс. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Ты ждешь Лизавета, а друга привета. Летят перелетные птицы в лесу прифронтовом. До свидания, города и хаты. Вороги сожгли родную хату. Жди меня, и я вернусь. По долинам и по взгорьям дан приказ ему на запад. Москва майская. Утро красит нежным светом стены гребнева Кремля. Гимн Москвы. Белая армия, черный барон. Красная армия всех сильней. Эту песню называли «Красная Марсельеза». Есть ли завтра война? Есть ли завтра в поход? Партизан железняк. Солнце скрылось за горою. Под звездами балканскими. Красные скоколы. Моя любимая. Я уходил, когда в поход в далекие края. Черноглазая казачка. Долго шли солдаты к дому. Песенка военного корреспондента от Москвы до Бреста нет такого места. В городском саду играет духовой оркестр. Эх, как бы дожить бы, до свадьбы женить бы. Песня о Днепре. Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч. Встреча на Эльбе. Белоруссия родная, Украина золотая. На Волге широкой, на Стрелке далекой. Коннормейская. Марш танкистов. Броня крепка и танки наши быстрые. Казаки в Берлине. Щё ж идёт под знаменем красный командир. Марш РКК, когда наш в бай пошлёт товарищ Сталин. Дорога на Берлин. Баллада о солдате. Ленинские горы. Нормандия, Неман. Винок Дуная. Солдат, всегда солдат. Родина слышит, Родина знает. Школьный вальс. Если вы парни всей земли, за фабричной заставой, где закаты в дыму, комсомольцы, добровольцы, на безымянной высоте, старый клён, чёрное море моё, это было недавно, это было давно, прощайте, голуби. Футбольный вальс, московские окна, подмосковные вечера, что так сердце растревожено. Между нами решено. Хорошие девчата, с чего начинается Родина. Махнём не блядя. Берёзовый сок. Летите, голуби. Я земля. И на Марсе будут яблони цветы. Всё стало вокруг, голубым и зелёным. Белые акации, грозди душистые. Присядем, друзья, перед дальней дорогой. И многие-многие другие песни. Я хочу спросить своего телезрителя. Можно ли сравнить этот вклад в победу над фашизмом этих четырёх советских евреев, написавших только часть, первые 50 песен, я перечислил немножко более, чем 50, из приведённого списка, с боевыми действиями стрелковой дивизии или гвардейского танкового корпуса, или ударной армии, или Церкового фронта. Можно ли включить этих генералов от поэзии и музыки в список более 500 боевых еврейских генералов в Красной Советской Армии, имена которых я почти полностью привёл. А может быть, нужно было пристроить Моти, Матвею Исааковичу Блантеру. Не по совокупности творчества. Он написал более 2000 писем. А только за одну Катюшу. За одну Катюшу, ставшая символом Великой Отечественной войны и России, которой пели даже враги. И сейчас, через 71 год после окончания войны, поёт во всём мире. Может быть, стоило ему присвоить звание Героя Советского Союза? А может быть, его надо было произвести в маршала от музыки? Ведь с его Катюшей шли в бой на смерть и на подвиг тысячи бойцов и командиров, ставших героями Советского Союза. Если до сих пор я говорил о евреях-борцах с фашизмом выборочно, то сейчас я попытаюсь восстановить полностью, насколько это возможно. только имена военных фотокорреспондентов, центральных советских газет и журналов. И частично, частично, на 5% главных фронтовых газет, благодаря таланту которых удалось сохранить для истории многие трагические, героические интимные документы и моменты, и картинки той Великой войны, на которых выросло не одно поколение в прошлом советских людей, в том числе и моё поколение. Эти фотодокументы научили меня сначала любить и гордиться красной советской армии, победившей фашизм, а позднее, по аналогии, уже на других меридианах и параллелях, моей жизни любить Израиль и гордиться его армией-обороны. Вот эти славные еврейские имена, известные когда-то всем читателям советских газет и журналов, не менее, чем имена Кукра Нивсов или Бориса Ефимова Фридленда. Я начинаю перечислять. Михаил Альперт, Евгений Халдей, Михаил Трахман, Израиль Озерский, Арон Бродский, лучшие из лучших, газета «Правда», фотокроника «ТАСС», Давид Ортенберг, Михаил Бернштейн, Давид Минскер, Яков Халец, Григорий Хомзорг, газета «Красная звезда», Григорий Зельма, Семен Гурарий, Дмитрий Бальтерманц, газета «Известия», Семен Фридленд, журнал «Огонек», Давид Рахтендерг, «Ленинградская правда», Григорий Липскеров, Владимир Гальперин, Вениамин Минкович, Олег Ландер, Аркадий Шойхет, Михаил Горановский, Марк Ганкин, Александр Кривицкий, Олег Кноринг, Михаил Дудин, Рафаэль Майзелев, Борис Ямпольский, Яков Халипа, Марк Редькин, Павел Лукницкий, Семен Раскин, главные фронтовые газеты, центральные советские газеты. Я прошу прощения у тех, кого я не назвал, потому что мне бы не хватило времени, никакой телевизионной передачи, чтобы назвать тех, потому что эти люди — это те 75-80% из того творческого эшелона, который сражался с фашизмом. Такое подавляющее количество и присутствие евреев во фронтовых и центральных СМИ, в средствах массовой информации, беспокоило партийное руководство страны. Весной 1943 года начальник главного политуправления Красной Армии и секретарь ЦК ВКБ Щербаков сказал редактору газеты «Красная звезда» генерал-майору Давиду Иосифовичу Ортенбергу, что-то слишком много евреев в вашей реакции, надо бы кое-кого сократить. Ортенберг был ошеломлен, но ответил, что уже сократил многих, так как к этому времени спецкора газеты Лапин, Хацревин, Розенфельд, Шауэр, Гольдштейн, Велкомир, Слуцкий, Иша, Беренштейн, Кац, Рабинович и другие уже погибли на фронте. Ортенберг ответил Щербакову, что он может сократить себя только еще одного. Через пару месяцев, 30 июня 1943 года, Щербаков вызвал Ортенберг и сообщил ему, что ЦК ВКБ принял решение назначить вместо него другого редактора. Это было то время, когда сначала получались устные приказы из главного политуправления ЦК партии прекратить награждать евреев, евреев награждать в письменном количестве, а потом уже и письменные указы. Я думаю, что наш телезритель понимает, что для того, чтобы увидеть в кинохронике, как самолеты-штурмовики атакуют позиции врага или как истребители ведут воздушный бой, надо было лететь в этих штурмовиках или в этих истребителях, чтобы показать идущий бой, прорыв зимой, под артиллерийским огнем. Танки надо было сидеть и снимать на их обжигающей от холода броне, когда кожа оставалась на этой броне, никем не защищенной под градом снарядов и пуль, чтобы сфотографировать поднявшихся в последнюю смертельную атаку пехотинцев в Севастополе или сошедших на берег за неимением кораблей и сменивших каски на бескозырки моряков, идущих в рукопашный бой. Надо было идти вместе с ними в эту последнюю атаку, в этот рукопашный бой, а чтобы на завтра в газете «Кра», «Правда», «Известие» или «Красная звезда» на их первой полосе появился еще горящий, подбитый нами, советскими воинами, танк, особенно в первый период войны, немецкий танк, надо было Михаилу Трахману, Соломона Эйзенштейну, Аркадию Шойхиту или Давиду Трахтенбергу выползать из окопа на передний край, на ничейную полосу, не боясь или боясь быть подстрелянным немецким снайпером. Я вспоминаю погибшего фотокорреспондента Мишку Вайнштейна из романа Константина Симонова «Жилые и мертвые». Воржи, в поле под Смоленском, в августовскую жару умирал тяжело раненый Мишка Вайнштейн. И еще, говоря о Великой Отечественной войне, ему хочется упомянуть имена и голоса четырех русских, советских евреев, которых по гигантской силе своего авторитета, по мощи их воздействия на людей, по великой вере в них и всенародным преклонении, почитании и уважении, можно было приравнять к командующим фронтами, флотами и армией. И хотя они не ходили в бой, не поднимались в атаку и были сугубо гражданскими людьми, они заставляли верить в победу. В самые отчаянные дни поражение, отступление, окружение блокад. Я хочу вспомнить о четырех еврейских, самых знаменитых голосах Советского Союза в годы войны. Самых русских, самых народных, самых остальных. Все эти четверо закончили школы на идыш. Идыш их был родной языке и в родном языке. Но в то же время со всей стали в голосе самых теплых, нежных, проникновенных, самых долдожданных и таких разных, и таких похожих друг на друга. Я говорю о голосе чести, славы и разума, голосе победы, голосе Родины, голосе Москвы, русском голосе еврея Юрия, Ютки, Берковича, Левитана и голосе героического, осажденного, голодающего, блокадного, но не ставшего на колени Ленинграда, русском голосе еврея Рубима Выгодского, даже имя у него было Румием. А кто из людей, прошедших войну и победивших фашизм с трепетом, любовью, восторгом, на фронте, в партизанских отрядах, на заводах, в госпиталях глубокого тыла, в окопах Москвы и Сталинграда, у репродуктовых на городских площадях, на железнодорожных станциях и полустанках, метров, шахтов, в горячих теках, цехах, на аэродромах и военно-морских базах, а также в атакующих истребителях и идущих прорых танков, не ждал встречи с неповторимыми по своей человечной достойственности, теплоте и глубине голосами евреев Леонида Утесова и Марка Бернеса. А возможно ли вообще представить себе великую войну и нашу победу без этих четырех голосов я сын военных, я жил и рос в послевоенные годы, в самых отдалеких зачуханных гарнизонах на дальних границах, и я утверждаю, что все сказанное мной сейчас в этой последней пятой передаче это чистая правда. Спасибо вам, друзья. С Днем Победы, с праздником, святым и счастливым, и с тем, что я, может быть, впервые выполнил то, на чем работала вся советская пропаганда все годы, для них основное правило было социалистической по форме и национальной по содержанию. Я прославил Красную Советскую Армию, но через своих братьев-евреев. То, чего никогда не делалось, потому что мы всегда были и другие, и другие, и другие. Все республики, и Узбекистан, и Казахстан, и Азербайджан, и Киргизия, и Татарстан, имели социалистической по форме и национальной по содержанию, а мы были в других. Так я сделал то, чему научила меня в свое время в школе советская пропаганда. Любовь к Красной Армии, но через своих братьев-евреев. Спасибо. С праздником. Всем вам многих и многих лет жизни.